Добрый день, дорогие телезрители! У нас сегодня гость из прекрасной республики, родины великолепного Курая, волшебного Урал-Батера и легендарного Салават Юлаева из республики Башкортостан, специалист отдела по работе с нематериальным культурным наследием Республиканского центра народного творчества, страстный пропагандист эпоса Марат Фаятович Буляков. Почему вы делом своей жизни избрали эпос? Судьба, 12-е колено, свое знаю. В нашем даже родослове были известные деятели, которые в становлении автономии республики Башкортостан, известными нашими тюркологами Закии Валидии, исламами, которые тоже пропагандировали на территории Урала и бывшего исторических наших земель. Школа, учителя, устаза, как мы говорим, аксакала. Ну и самое главное, наверное, воспитывает нас любовь к своему народному творчеству, к своим эпосам, где мы выросли и кого мы слушали, когда еще были маленькими. Они вот научили своим примером любить наши башкирские кубаиры. Вспоминаю Ахмада Сулейманова, известного нашего доктора, почетного академика, Академии наук, фольклориста, который изучал. Издавали первые тома, первые сборники башкирского народного творчества. Труды Кирея Мергена. Ну и, конечно, моего учителя, устаза, Гульнара Юлдубаева, эпосовета. Первая республика, где мы презентовали, после того, как наша Олан-Хо стала шедевром нематериального культурного наследия человечества, это был Башкортостан. Я очень тепло вспоминаю, мы целой делегацией туда ездили, нас очень хорошо приняли. И меня удивило, к Урал-Батару интерес с детского возраста. И сейчас у нас есть слушатели Олан-Хо. Когда мы представляли Олан-Хо в ЮНЕСКО, тогда же было только два носителя. И когда мы делали фильм для ЮНЕСКО, в одной уросе собрали детей. В Черкёке, это деревня, откуда родом вот это Олан-Хо, ну, около 30 детей. Олан-Хо пел около двух часов, и к концу осталось два ребёнка. Это внук оператора моего и сын мой. И всё, все остальные улетучились, ушли. И вот тут, в 2007 году, меня удивило то, что этот вечер проходил в политехническом, по-моему, институте. Там зал был очень большой, 600 человек, студенты. И они не уходили. В течение шести часов Урал-Батар, это знакомый эпос, да, а там же было Олан-Хо. Около четырёх часов и не уходили. И я так удивлялась. Что за молодёжь? Откуда это? В этом году как раз в Республиканском центре народного творчества выпускаем монографию Ахмеда Сулейманова «Башкирский сказитель» называется. Я многим здесь коллегам института Олан-Хо говорю. Почти три-четыре страницы только первого введения Ахмеда Сулейманова переводит пример якутского Олан-Хо. Вот единственная для нас это гордость, что в ЮНЕСКО вы смогли попасть благодарен тем учёным, тем людям, которые стояли в истоках для того, чтобы вы смогли попасть. Потому что вы с гордостью можете на весь мир сказать об этом. Я с удовольствием слушаю исполнителя Олан-Хо-Сусту. Манас-Чи, Хай-Чи, Балтай. Лепаси Урал-Батыр, где просто как сказитель рассказывает, рассказывает, потом исполняет тоже у вас вот тоже свой. Здесь играет дух народа. И сила сказителя, как он умеет владеть аудиторией. Ведь это 600-500, это не 30, как вы говорите. Вот поэтому здесь очень большую роль всё равно играет сказитель. Как мы говорим, от ведущего зависит 50% концерта. Сказитель должен владеть силой, энергетикой. И вот я знаю из своих сказителей, из других народов сказителей, которые уходят в тот мир. Они же тоже с ними плавают, играют, борются, разговаривают. Вот тогда только можно, я думаю, передать именно вот содержание, то, что хотели наши сказители передать тысячи, две тысячи, как мы говорим, да, тысячелетиями тому назад. И вот сейчас мы держим на руках вот Урал-Батыр, Нургон-Батыр и другие. Но меня поражает одно, что до записи такой дар у наших сказителей был. Ведь это же всё нужно было держать. В 1910 году только Мухаммед Шамбурангуловым, 14 декабря, день рождения нашего известного фольклориста, вот он в 1910 году только записывает. А до этого года сказители-то хоронили у себя. И я всегда вот читаю, наш Урал-Батыр, Нургон-Батыр, якутского народа, это вот она наша конституция, вот она наша жизнь. Вот на это мы должны опираться сегодня. Потому что в эпосе вся суть от рождения до смерти, всё отражено. Там философия, там юридическая грамотность, там государственный строй, философия, всё полностью. И семейные ценности, в каких традициях нужно воспитывать своего народа. И я когда вот сравниваю другие эпосы, одно и то же. Коллегам постоянно говорю, ведь мы же жили, вон, где вы жили, где мы живём, где Харгыза и так далее. А ведь суть-то, конституция народа-то одна была, цель-то одна. Это мы только вот учёные, когда начали уже ездить, отмениваться, делаем тоже как бы открытие. Вот поэтому мы должны гордиться. И сказитель на сцене, если мы берём тюркские тоже народы, вот монасты, в юртах мы вот исполняли, да, тоже ночами исполняли, он должен вот эти моменты, правила, так скажем, культ, суть эпоса сам понимать и знать. Только тогда сказитель может передать. Если мы создаём какие-то школы сэсэнов, школы фольклора, так говорим, да, или просто вот, где мы обучаем детей петь правильно. Если ты сам не умеешь петь, я вот, это моё мнение, не нужно обучать и портить. Для этого ты сам должен быть талантливым, рождённым, наверное. И у таких людей природная сила. Мы должны уметь общаться с солнцем, с землёй, чувствовать, слышать шум деревьев, голоса птиц, рек. Ведь мы же тоже, тенгрианство у нас было до исламского периода. Лично моё мнение, только те люди, которые умеют слушать, слышать природу, они только могут владеть вот такой большой силой, скользительским даром. Приезжали в республику Башкорстан и удивили своим исполнением. Значит, они заслуженным, известным были оланхустами, и, конечно же, вот именно они вот своей силой, энергетикой могли передать. Только тогда можно на самом деле вот почувствовать историю, любовь, жизнь этого народа. Суть не в том, что на каком языке говорить, а такие выступления, особенно сказительские, хоть пение, да, я вот сам лично считаю, надо душой слушать. Только тогда можно понять о чём. Мы же вот птицы поют, мы же понимаем, что они хотят передать. Речки, река Тлена, мы же тоже прислушиваемся, бурно течёт, медленно течёт, и в жизни то же самое. И да вот медленно, бурно. И у нас, я по сию, у вас есть такие моменты, где быстро произведение говорится, да, а где-то медленно и так далее. И вот жизнь, она тоже такая, как река, как наша природа, а природа это чувствует. Я помню себя первый раз, когда мы записывали Олан Хасута из Нюрбинского Улуса. Он пел шесть часов, оказывается. Как раз здесь это происходило, и мы с оператором вдвоём. Взяли кассеты, тогда вот по сорок минут мы взяли, по-моему, штук шесть. Потом он сбегал ещё за кассетой. Настоящий Олан Хасут, он поёт очень монотонно, потому что он бережёт, видать, свои силы. А я вот должна записать, как раз вот готовим фильм для Парижа. Я сижу, слушаю, слушаю, слушаю. Сначала так нехотя и так далее, потом он меня втянул, втянул. И я вообще сижу, слушаю. Очень хорошо. Вот все эти шесть часов принесли ещё кассеты, ещё записали. Был в Татинском Улусе Олан Хасут Табахаров. Он был незрячий. Вот Платон Аюнский наш гений, но не открыт ещё миру. Он в 30-х годах его водил прямо с собой, знакомил. И он пел Олан Хо среди писателей. И когда он пел в Балагане, ну, в Юрте, да, всё дрожало, говорят, дрожало. И прямо вот это вот было вот такое ощущение, что ты в каком-то волшебном действии. Всё дрожало, чашки дрожали. Вот такое, говорят, было у него, вот такое, великого певца. И ещё у якутов говорят, что Олан Хасут должен начать петь после того, как он состоится как человек, как семьянин. После 50-ти. А до этого табу. Если дети начинают петь, их останавливали, что ты пропоёшь всё своё счастье. Поэтому они проявлялись уже после 50-ти. А нет такого вот среди ваших сказителей, вот такого вот народного табу? Вот пример приведу. На самом деле есть в фольклоре обряды, где мы берём статус, допустим, девочки или до родового и послеродового период называется. Где в три года обязательно мальчик должен сесть на коня. Да ведь потом уже в 13, как у Кубаирах про Салавата Ивлаева есть, что он в 13 лет убил медведя. Это означает в целом, что уже мальчик статный егет, уже джигет, что ему можно уже нож отдать. И он что может за себя уже постоять, уже приносить в семью еду и так далее. Вот статусы статусы. А когда уже в жёну, то то же самое. Уже мужчину в 40, когда уже в 40 к 30 годам свой статус уже как отец имел. И вот есть у нас тоже вот такие понятия, когда нужно исполнять, когда можно, как говорится, говорить. И не зря же есть поговорка у нас в Башкир, тоже вот Ахсакал был ганда тетелегнетой. Когда Ахсакал, ты лучше молчи. Ахсакал должен говорить. И здесь то же самое. А по исполнению в основном известные сказители пожилого возраста, не зря их называли Ахсакалами. Потому что он знал, он прошёл жизненный путь. И он же учил через башкирские кубаиры, чтобы они правильно шли, подрастающие поколения правильно шли по этому пути. И вот в юртах, когда по вечерам сидели, и на самом деле вечером рассказы, в основном в почерках, в рукописях, в книгах, вот мы тоже встречаем, что вечером рассказ был. Почему вечером? Во-первых, тишина. Во-первых, все уже прекращали, так скажем, свою бытовую работу. И когда уже природа спала, в это время можно было исполнить кубаир, эпос. И были даже не в один день, не в один вечер, а отрывками-отрывками. В один вечер так, в следующий вечер другой. Но опять же, зависело же от сказителя. Он мог сегодня рассказать, завтра не смог. То есть есть же вот такое... Мы же говорим, я настроюсь, а потом уже, если что, я вам скажу. Мы же сейчас современно так же говорим. И вот то же самое. И встречаются такие записи, и вот тоже с учеными разговариваем, что сказитель мог уснуть, заснуть, потом проснуться, дальше продолжить и так далее. Даже такие. Вот поэтому, как вот и у вас, у нас в основном тоже исполняли пожилого возраста. Почему мы хотим, чтобы школы вот эти создавали, да? Почему мы в школьной системе вот для детей, да, стараемся обучать какие-то вот программы, стараемся придумать, да, своих... Если берем Российскую Федерацию, в суверенных, так скажем, республиках. Ну, для того, чтобы не потерять, наверное, культуру. С коллегами тоже общаемся. Каждый день его надо учить. Хотя бы полчаса, час надо выделять, если ты хочешь полностью вот знать народную, народную творчество. Даже не только вот эпосы, можно сказать, да. Хотя бы полчаса нужно каждый день выделять. Вот тогда только можешь быть каким-то носителем или передавать устные народные творчества, любой жанр. И здесь вот самым главным, наверное, глобальным проблемой для нас, для всех, является то, что вроде мы их говорим, что они исполнители, но они же не сказители. Мы их не можем говорить, что они сказители. Они же ведь многие из молодых исполняют только отрывки и отрывки. Не полностью. А ведь тогда же сказители знали несколько эпосов. И вот поэтому здесь я хочу сказать, что если мы в современном обществе, в нашем мире, когда нам всем, особенно молодым, подрастающим поколениям, мешают наши любимые придуманные гаджеты телефона, то, да, мы должны проявить любовь к народному творчеству, к нашим эпосам семьи. В семье мы в целом должны вот заложить, наверное, такие правила, кроме того, что мы, дети знают какие-то вот обряды, традиции семейные, да, и между ними вот зачитывать, говорить историю, вот суть наших эпосов. А в школьной системе вот на самом деле вот внедрять программу по изучению, я думаю, вот эпосы часовые там, где-то вот вне классные вот стараются. И только тогда, думаю, вот постепенно, потихонечку, потихонечку. Ведь говорят же, что озеро капельками собирается. Там саминан кульи и латы. Вот то же самое. А вот к 50 годам как раз он накопит вот тот богатый багаж, если вот эта у нас система работала бы общая для всех народов. Я приведу пример республики Харгатстан, моносоведение. Студенты все знают. Я даже для интереса, когда был у них на форуме эпосы мира, просто когда они говорили об этом, я шел по улице, останавливал и спрашивал. А вы знаете монос? Да. А ты можешь рассказать? Отрывок. Он сел мне рассказывать, ребенок. У взрослого спросил. У них вроде школа есть моносева. И вот поэтому мы сегодня, если говорим про наши встречи тоже, тоже нужно поднимать. Потому что не только чтобы мы на конференциях встречались, там рассказали вот это, это, это. Мы должны увидеть, чему мы идем, почему мы собрались на землю Олон-Хо, эпосы мира. Ну, значит, для того, чтобы решить наши общие проблемы, поставить задачу. А потом, когда встретимся на земле Урал-Батыра, там уже обсудить уже. А что мы сделали после этого форума, когда были в Якутии, да? Сам лично считаю, что вот эти последовательные системы образования, воспитания для подрастающего поколения по эпосоведению, по изучению эпоса должно быть и учебных программах высшего учебного заведения, многопрофильных сейчас колледжей мы говорим, да? Вот я про семью говорил, да? Роль отца и матери в чем заключается? Передать, рассказать. А роль в детских садиках тоже. Вот очень прекрасное выступление. Опыт у вас есть, где театрализованные представления, да? Тоже вот у нас есть такие детские сады, где вот через сценическое искусство, так скажем, передают сюжет эпоса Урал-Батыр. И также у вас. Я, 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 я. Я, 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 я. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Знаете, ученые все еще анализируют, но по словам Розалия Асвандьяровна, академиков, она сама сессания, сказительница, по Ахмеду Сулейманову, есть такие версии, что Урал Батыру около 5-4 тысяч лет. Если рассмотреть сюжет Урал Батыр, в начале говорится, что брун, брун, брунан, давным-давно, брун, брун, брундан, былган, брун, яшаган, брун, былган, брун, брун, ЕНБЕРДЫ, ЕНБЕКЭ, ЕНБЕКЭ, ЕНБЕРДЕ, ЕНБЕКЭ. То есть, жили, где еще четырех сторон говорили, Мария Апмывали, и жили, что ЕНБЕРДЫ, ЕНБЕKЭ, ЕНБЕКЭ, ЕНБЕРДА, ДУШ АДДАЮЩИИ. Ян Бирде – это глава, и жена Ян Бике. У себя в народе говорим, мы все родственники. Если у нас в начале стояли только Ян Бирде и Ян Бике, легенды есть, сказки, типа, как Урал появился, типа, утки прилетели, начали островки строить, гнездышки делать. У них рождаются сыновья. Мы родились сыновья Урал и Шульген. Вот, что, чем мне еще нравится наш эпос в семье, когда еще они маленькими были, Урал и Шульген, вот, воспитание отца. То, что я говорю, запрещай, не делайте. То есть, в ракушку то, что налита кровь, не петь. И вот здесь она начинается, кульминация. В основном, Ян Бике уходит в задний план. И вот, если взять наши семьи, тоже, мы же говорим, муж – голова, жена – шея. Жена смеются, шея куда поворачивается, голова туда, да? Ну, а в голове – это вот именно мудрость. Вот здесь статус уже, вот, в начале эпоса рождается статус мужчины, как глава семьи. Я себя тоже вспоминаю. Я вроде никогда меня не ударяли, ничего не делали. Но взгляд отца – это все, сила полностью. Не дай бог, что ты плохое сделаешь, да? Когда на охоту отец и мать уходят, Шульген говорит, «Урал, эйдя болмаха, хабарсақта асайық. Хэр біргенен ад-адылап, берер тамсы эсайық. Куандың тәмін білейік». Шульген, Урал говорит, давай выпьем. Скажда, ракурский, пачу-чу-чу-чет. Ну, пачу-стойм, күрёв. А Урал говорит, «Атам худен тұтамын, мен ұлқанды йотмамын». Бұттай еланы білмейін сәтіп. То есть Урал говорит, я держу слово отца, я не буду, говорит, употреблей. Пробуй. И самое главное, вот фраза мне нравится. Пока, говорит, не узнаю все традиции, я не буду ничего делать. Все. Для того, чтобы завоевать честь, славу, человек должен пройти испытание. Вот у нас есть такая поговорка. То есть, делай добро и положи воду. Народ узнает. Если не народ, то хотя бы рыбы будут знать. У меня же диссертационная работа, образ мужчин в башкирском фольклоре. Я очень интересом изучаю и сравниваю с другими эпосами. Ведь в целом образ, сюжет всех эпосов – объединить народ, бороться за свой язык, бороться за независимость, за свободу, объединение племен. Поэтому мы должны знать, изучать и правильно сюжеты передавать подрастающим поколениям. Вы сказали, около пяти тысяч лет. Есть такая версия, да? А Салават Юлаев у вас в 18 веке жил. Да. Про него тоже сложили эпос. А он отличается от тех традиционных Урал-Батра? И вообще у Урал-Батр, наверное, есть какие-то варианты? Мы опираемся только на варианты, которые записаны были от Мухаммеда Шабурангулова. Это единственный вариант. Он записал от двух сказителей Баймакского района. Это в 1911 году? Да, в 1910 году. Только этот вариант мы на сегодня видим. Кроме эпосы Урал-Батр, у нас же много других эпосов есть. И в целом, если сравнить и сопоставить, то они в продолжении считаются эпосы Урал-Батр. Я вот сам так считаю. Потому что Ахбузат, есть отдельный эпос Ахбузат. А Ахбузат сам главный друг Урал-Батра здесь. Тоже ведь это и у вас то же самое. И не так просто. Потому что во время войн, так скажем, другом на самом деле считался лошадь. И вот с этим олицетворяется. И в других у нас эпосах героические герои из эпоса Урал-Батр встречаются. Ну вот некоторые ученые всегда говорят, эпос, если всех общий соединить, наверное, можно большой такой том сделать. Поэтому каждый эпос он славится. А если перейти к жизни Салавата Юлаева, творчества Салавата Юлаева, то у них тоже другие у нас сэсены были. Салават Юлаев тоже у нас импровизатор сэсены. Во-первых, тоже. Несмотря на то, что жизнь, конечно, его есть песня. То есть Салават, сколько ему лет было, когда он был уже батырым, героем, освободителем своего народа? 22 года, 21. Вот в эти годы он был уже бесстрашным батырым. И про Салавата тоже легенда есть о том, что он и медведя убивал 13-14 лет на коня. Юлай, отец, посадил. И Юлай же, отец, у него же старшина шайтан-кудейской волости был. И, ну, структурной власти, так скажем, да, в этой семье растет Салават. И когда он начинает взрослеть, видит, на нашей башкирской земле начинает вот строить заводы. А там же была же грамота, что на земле башкирской строим и так далее, что-то делаем только по согласию народа. И из-за этого же Салават, Салават уже в душе больно становилась. Мы не знаем ничего. На наших землях что-то делают. Да не может быть такого. И вот он начинает вот это восстание, Салават. Раз восстание, второе, что это наша земля, все. У Салавата есть свои стихи. Очень люблю стихотворение про Урал. Его тоже. Ай, Уралым, Уралым. Кукка Ашхан, Уралым. И на его слова тоже песни народные есть. Уралым. Вот. Уралым. Он прославляет Урал. Видите, Уралым все связано. Кугарив, яткан, Уралым. А что означает Урал? Урал. Вот как раз наши уральские горы. Нет, ну... Урал. Этимология этого слова. Урал в целом, вот где проживали, проживал башкирский народ. Урал, где все наши племена жили. Вот эти все места. И он вот по рассказам тоже и ученым, по записям, он любил подниматься на горы, играть на Курае и прославлять свой Урал. И своим кличем, своими песнями тоже вот звал, объединял весь народ. Вот такой еще известный про французскую войну, когда башкиры вошли в полк башкирского в Париж. А эта песня выходит, когда башкиры тоже вот в составе русского, да, выходят в Париж. И там их хвалят. Ай, любезные мои башкиры, какие вы молодцы! И вот из этих слов, вот, и получается, вот, посвящается песня башкирскому полкам, башкиры-мешарским полкам. И вот каждая вот эпоха, так скажем, своими славится кубаирами, начиная вот с эпоса Урал-Батар, да, башкирским кубаирам. В Париже они в каком году были? В веке? В веке? В веке, да, после Наполеона, да? Да, вот поэтому вот здесь, не думая, что правильно, что вот в песне излагается через наши кубаиры, мы каждую вот историю, каждый век, да, через вот народное творчество можем передать, даже через маленькие вот эти песенки, рассказать об истории башкирского народа. Что вас поразило в Якутии сейчас, в этот приезд? Ну, про Якутию, если сказать, я второй раз. На Асах я был в Верхневелевском районе два года тому назад. Это гостеприимная земля, во-первых, богатая, которая своим историем, творчеством, своими лампостутами. И поразило мне тогда Асах, вот именно я столько народу видел, наверное, у себя на Савантуях, на Егенах, да. И вот когда вот КХЛ проводят, на континентной хоккейной лиге Салавата Юлая, там тогда в аренах, ледовых аренах. Почему про ледовую арену я вспоминаю, когда у вас «таяк тартыш», у нас говорят. Ведь там целая трибуна людей смотрят за двумя батырами. Я такое зрелище, вот у нас, они проводятся, наши национальные игры, да, но такого зрелища масштабного я, наверное, видел исторически только в фильмах. И мне очень было приятно, а в целом вот и содержание. Я примерно, когда вот сидел и наблюдал, сколько человек здесь задействовано, 800, 700, не посчитаешь. Ведь за ними же дирижировать надо. А когда во главе сам Ильдархан, первые лица республики, которые сами корнями отсюда и заинтересованы судьбой своего народа, и совместно с депутатским корпусом, управленческим корпусом, совместно с институтом Олон-Хо, фольклористами, исследователями, вот сотрудниками образования и культуры, вот делать такое большое благое дело для развития и процветания своего народа, всегда является примером для нас во многих по развитию эпсоведения, по развитию творчества. Дома Олон-Хо меня удивляют. Такие прекрасные дома и с финансированием, и для того, чтобы вот сохранить вот именно культуру своего народа. Я желаю процветания вам, чтобы каждый ребенок говорил на своем родном языке пока фольклор у нас будет жить, будет жить и народ. У нас говорят, чтобы было два крыла и русский язык, и свой родной. Спасибо.